Если у нас есть отряд убийц из ФСБ, и президент об этом ничего не знает, не в курсе, и ничем не управляет, это еще хуже. Это значит, что Россия вообще failed state. Такие не профессионалы в ФСБ? Ну, это не Джеймса Бонда, совершенно. У Владимира Путина, я цитирую вас дословно, есть список людей на убийство. А кто мог еще отравить Навального? Японская разведка? А с вами лично, как вы считаете, лично Путин принимал решение? Никогда Штилиц не был так без провала. Редактор субтитров А.Свобода Россия откидает эти расследования. Доброхотов оставил Россию после проведенных у него и его родных обшуков и порушений криминальной справы. Роман, ну сразу вопрос, понятно, вы не будете, конечно, раскрывать свою нынешнюю локацию после всего, что с вами происходит, после того, как вы вынуждены были оставить Россию. Вы в Украине или нет, если можно ответить на этот вопрос сейчас? Может быть, это неизвестно. Но вы из России, из первой территории Украины оказались, как утверждают российские власти? Ну, это не принципиально. Принципиально то, что я имел два действующих загранпаспорта. И тот факт, что ФСБ у меня их незаконно отобрало, не означает, что у меня не было права покидать территорию страны. Потому что не было никакого судебного решения, запрещающего мне выезд за пределы России. И та страна, в которой я сейчас нахожусь, я нахожусь совершенно законно. Поэтому это совершенно абсурдное уголовное дело, которое было возбуждено якобы о незаконном пересечении границы. На самом деле уголовное дело могло бы быть только в том случае, если бы, скажем, мне был бы запрет на въезд или какой-то запрет на выезд. Я его нарушил. Но ничего подобного не было. Поэтому скорее уголовное дело надо возбуждать против тех сотрудников ФСБ, которые отобрали мои загранпаспорта и таким образом воспрепятствовали моему конституционному праву на передвижение. Я думаю, что рано или поздно эти виновные тоже будут наказаны. Это довольно новый этап именно в жизни российской журналистики, потому что активисты с этим уже сталкивались. Мы видели, что брата Навального сажали в тюрьму, отца Ивана Жданова, активиста, сажали в тюрьму. Но чтобы преследовали родственников журналистов, это такое нововведение в России. И вот это, видимо, новый этап, новая красная линия, переступленная Путиным. Вы для себя исключаете возвращение в Россию, на свою родину, пока Путин при власти? Навальный рискнул вернуться, Алексей? Ну, это был даже не риск, это был такой политический жест, потому что было очевидно, что его арестуют. Собственно, Кремль открыто про это сказал. Но для активиста, для политика это, понятно, жертва. То есть сейчас Навальный превратился в своего рода российского Нельсона Манделлу, и он остается политиком, даже когда сидит в тюрьме. Для журналистов все-таки такой опции нет. Это журналисту нужно работать, в моем случае расследовать. Это делать из тюрьмы, естественно, невозможно. Итак, на сегодня, 1 октября 2021 года, есть два дела, которые с вами, Роман, связаны. Первое, я так понимаю, вы проходите в нем как свидетель. Это этот вот блогер нидерландский, Вандер Верф, который обвинил вас в кривете. Ну и, собственно, второе дело о так называемом незаконном пересечении границ РФ. Правильно я понимаю? Да, ну это оба дутые дела, но в обоих случаях они нужны были ФСБшникам просто как предлог для того, чтобы было судебное решение о том, чтобы зайти в квартиру и забрать все, что им нужно забрать. Ну и заодно и как бы покошмарить журналисты, это их любимое дело. Они, мне кажется, даже и не рассчитывают на то, что кто-то в России вообще поверит им в то, что там действительно я какой-то уголовный преступник. Это просто способ давления, и было бы странно, если бы его не было. У нас вышла серия расследований про убийц из ФСБ. Мы не снимаем никакие тексты, и понятное дело, что это рано или поздно, видимо, придет к тому, что сайт будет на территории России заблокирован. Но это тоже не окончательное решение журналистского вопроса, потому что мы будем продолжать информировать наших читателей через Телеграм-каналы, через Ютуб, через другие сервисы. И, в общем, для того, чтобы закрыть инсайдер, нужно будет закрыть весь интернет просто в России, что они тоже пытаются делать постепенно. Но это такой медленный процесс. Я думаю, что в ближайшие пару лет точно расследование инсайдера российский читатель сможет без труда прочесть. Итак, резонансно их много. Расследований Навальни, Скрипали, множество много. Вот мы же в первую очередь к украинской аудитории обращаемся. Расследование по поводу сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом. МН-17, рейса Боинга этого. И, кстати, вот это дело о клевете, так называемый, против вас, Роман. Это же нидерландский блогер, этот Вандер Верф. Он был одним из авторов проекта Bonanza Media, который как раз посвящен этой авиакатастрофе. И, по мнению критиков господина Вандер Верфа, скажем так, если грубовато, отмазывал российской власти. То есть отрицал версию, что это бук, который был привезен в Украину из России. Более того, он продвигал версию о том, что Боинг был сбит украинским истребителем. Минобороны, следовательно ГРУ, уже в тот момент официально признали, что Боинг был сбит именно буком. И, тем не менее, офицеры высокопоставленной Минобороны продолжали общаться с вот этими микроблогерами, снимающими фильм с очевидной дезинформацией о том, уже отвергнутой самим Минобороны РФ дезинформацией о том, что там был истребитель. То есть это не просто какое-то мнение там отличное, какая-то альтернативная позиция. Это же откровенно совершенно дезинформация, сознательная, направленная на то, чтобы промыть мозги людям, заразить их всякой конспирологией и прочее. Я никогда не говорил, и в статье этого не сказано, что он сотрудник спецслужб России. Речь идет о том, что в момент подготовки материала он активно общался с офицерами ГРУ. Его копия паспорта была обнаружена в слитой почте полковника, если не ошибаюсь, Ильченко, высокопоставленного офицера ГРУ. Ну то есть, судя по всему, каким-то образом ГРУ принимал участие в организации и их трипа на Донбасс. Ну как минимум мы точно знаем, что они активно общались. Более того, у них с ГРУ один адвокат, Сталина Гуревич, которая в иске против меня пишет, что она будет защищать в честь и достоинство Макса Вандерверфа и ГРУ. Ну то есть, как бы, никогда Штилиц не был так близок к провалу. Насчет этого дела по поводу сбитого в небе на Донбассу ММА-17, этого Боинга, как раз в апреле прошлого года, Инсайдер, Берлинг, это ваши постоянные партнеры, скажем так, и Би-Би-Си, в данном случае провели расследование, которое свидетельствует о причастности к крушению малайзийского Боинга тогда, генерала ФСБ России. Роман, вы до сих пор подтверждаете эту версию? Вы на ней настаиваете? Там есть несколько сотрудников ГРУ и высокопоставленных, и один высокопоставленный офицер ФСБ. ГРУшники это Ткачев и Иванников, они занимались в том числе доставкой буков в Украину, их голоса везде есть в переговорах постоянно, в перехваченных СБУ и выложенных. Собственно, то, чем мы занимались, то просто мы идентифицировали, кому принадлежат те голоса, которые звучат на этих многочисленных перехватах. А был еще высокопоставленный ФСБшник Бурлака, его фамилия, и он занимался в целом вопросами перевозки вооружений через границу, а также его голос звучит в нескольких телефонных перехватах, и именно тоже в контексте того самого бука. И это, естественно, далеко не единственные высокопоставленные офицеры, то есть там, в принципе, можно услышать голоса Суркова, там звучат фамилии Шойгу, Бортникова, то есть очевидно... Безлер тот же, а мы об этом поговорим. Безлер, без так называемой позывной. Да, но это вы мелочи всякую берете, а я вам говорю про людей, которые являются третьими, четвертыми звеньями. Роман Владислав Юрьевич Сурков, тогдашний помощник, правая рука Путина по вопросам Украины тогдашней, 2014 года, причастен к авиакатастрофе, скажем так, на ваш взгляд? Ну, Сурков причастен в целом к разжиганию войны в Украине, он, по сути, курировал это от Кремля, это вообще ни для кого не секрет, пообщайтесь с Гиркиным, он откровенно про это рассказывает, как именно Сурков что курировал. Так что, в принципе, входило даже в его официальные обязанности, то есть он занимался вопросами оккупированных территорий в Украине и в Грузии, то есть там Абхазии, Южной Осетии. Так что это ни для кого не секрет, была взломана переписка Суркова, где тоже можно все почитать, как это все организовывалось. Другое дело, что его функция несколько преувеличена, его считали каким-то серым кардиналом, но на самом деле, когда его выгнали, политика совершенно не изменилась, то есть он, скорее, играл техническую роль и в каком-то степени был, скорее, пиарщиком, в большей степени даже пиарщиком самого себя, чем реальным организатором процессов. Хотя, конечно, там с ним согласовывались. Реальный организатор процессов, не только события на Донбассе, которые не прекращаются уже почти 8 лет, а и отравления Дмитрия Быкова, Алексея Навального, Скрипалей, я цитирую вас, Роман, Владимир Владимирович Путин, правильно вас понимаете? Да, это совершенно очевидно, по-моему, ни для кого не секрет, но как бы, а кто мог еще отравить Навального? Японская разведка, понятно, что даже если мы говорим о том, что там исполнители были ФСБ, но у Навального не было конфликта вот с этими ФСБшниками, им кто-то отдал приказ, никто, кроме Владимира Путина, этого сделать в принципе не мог. Если вы даже представите себе, что Владимир Путин ничего этого не знал, и все это сделали за его спиной, ну слушайте, если у нас есть отряд убийц из ФСБ, которые действуют там как минимум уже 10 лет, и президент, верховный главнокомандующий, об этом ничего не знает, не в курсе, и ничем не управляет, это еще хуже. Это значит, что Россия вообще failed state какой-то, где президент не понимает, что под носом у него творится, и ему тогда точно надо подавать уже в отставку. Ну я, конечно, так не думаю, я думаю, что он до мелочей согласовывает все эти операции, он вообще человек очень дотошный, который любит вникать в всякие самые мелкие. С исполнителями, соответственно, ФСБ, по вашему утверждению, да? Да, я думаю, что он очень хорошо знает, кто именно являлся исполнителем, он знал, каким образом все это организуется, он отдавал личные указания, когда и кого травить, убивать и так далее, то есть я не сомневаюсь, что он самая непосредственная часть в этом этом принимал. Мы вернемся к отравлению Навального, и Владимир Карамурза, и другие важные резонансные дела. МН-17, важно еще завершить. Но обвиняемый, как вы прекрасно знаете, Роман, судебный процесс продолжается в Нидерландах. Тот же Гиркин, Сергей Дубинский, позывной Хмурый, Олег Пулатов, Гюрза, и единственный из этих четырех обвиняемых в этом суде, гражданин Украины Леонид Харченко, с поздным Крот, только четверо этих, никаких сурковых, никто здесь не фигурирует. Нет, ну так еще не вечер, процесс только начался. Процесс идет поступательно. Начинается он с самых низших звеньев, с исполнителей. Если вы, кстати, обратите внимание, что вменяется в вину тем людям, которые сейчас обвиняются, им вменяется только то, что они организовывали доставку бука на территорию Украины, никто не говорит, что они там нажимали кнопку и так далее. То есть сепаратисты, так называемые, они играли чисто вспомогательную роль. Потом будет звено непосредственных исполнителей. То есть это 53-я зенитно-ракетная бригада из Курска. Вооруженные силы Российской Федерации, по вашим данным, именно бука туда был на территории Донбасса. Уже теперь не только по нашим данным, это уже, в принципе, следует из уголовного процесса. Есть просто бесконечное количество доказательств. Просто поминутно известный маршрут этого бука и этой бригады самой. Есть все фотографии их, начиная с Курска, заканчивая Донбассом. Все это есть поминутно. Но это тоже не верхний уровень, потому что одно дело, кто нажимал кнопку, а еще важно то, что за изучение команды. Кто давал приказ. Кто давал приказ. Роман, вы, конечно, не следователь, не судья, но журналист-расследователь. Как вы считаете, поздно ли рано Владимир Путин окажется на скамье подсудимых по этому делу и другим? Ну, когда он уйдет из власти, тут просто будет вопрос, он уйдет живым или мертвым. Если он уйдет из власти живым в результате смены какой-то политической обстановки, то, видимо, ему придется отвечать за все, что он сделает. Там такой длинный список, что я не знаю, дойдет ли там дело до сбитого Боинга, поскольку тут, конечно, все выстроятся в очереди с тем, чтобы призвать Путина к ответу. Но понятно, что безотносительно того, сядет ли сам Путин за решетку когда-нибудь, понятно, что история-то расставит все на свои места и будет трибунал в связи с войной в Украине и в связи с преступлениями внутри России, в связи с политическими убийствами. Все это потребуется расследовать, потому что мы уже один раз это проходили, когда после распада Советского Союза не было никакого трибунала над советскими преступниками, и потом эта система в реинкарнированном виде вернулась. И сейчас, если вы даже поговорите с молодым поколением, чего требуют люди, это прежде всего как раз призывы к люстрациям, призывы к тому, чтобы провести трибунал и наказать всех виновных в преступлениях, не только, причем, исполнителей и не только политическое руководство, но и в том числе, скажем, пропагандистов, которые... Соловьев, Скобеева, да? Дмитрий Коселев? Да, на самом деле это довольно серьезно, и мы знаем много прецедентов, скажем, во время гражданской войны в Руанде радио «Тысяча холмов», разжигавшее рознь и существенно влияет. Но если проводить параллели, если они, с вашей точки зрения, допустимы, «Дерштурмер» — нацистская Германия. Да, или нацистская Германия. Но здесь много, на самом деле, примеров, которые показывают, что есть судебные уже прецеденты того, когда пропагандисты, которые разжигали рознь в своей стране и оправдывали тоталитаризм, были признаны виновными наряду, собственно, с политиками, чиновниками, силовиками, которые этим занимались. Я считаю, что это совершенно правильно. То есть, опять же, Путин, пусть не юридически, но исторически ответит за все, по Украине, в частности. Вы так считаете? Нет, ну, исторически понятно, что история всегда все расставляет по своим местам, но мне, конечно, важно, чтобы это было еще и какое-то юридическое решение. Даже если Путин к тому времени уже не будет жив, все равно важно, чтобы, пусть даже посмертно, он был признан виновным. Поэтому, сколько бы ни длился этот процесс, даже если он будет длиться 20 лет, все равно нужно расследовать все преступления. Нужно найти всех судей, которые давали, не правовые решения выносили, всех следователей ФСБ, которые с обысками вот теми же самыми, да, врывались к людям и так далее, и так далее. И, как минимум, вот высшее звено все по именам назвать и признать их виновными. В этой связи, ну, вы знаете, прекрасную точку зрения господина Путина. Он ее озвучил в конце прошлого года на своей пресс-конференции. И журналисты тогда поинтересовались его мнением по поводу обвинений со стороны Алексея Навального, который, как и вы, Роман утверждает, что только Путин мог заказать отравление. Алексея Навального. Тогда Путин, во-первых, сказал, что, цитирую, Навальный пользуется поддержкой спецслужб США, но это вовсе не означает, что его нужно отравить. Кому он нужен? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. В этой связи возникает вопрос. Конечно, все равно даже такие отравления это большая трагедия, это большое испытание для любого человека. Не дай бог кому-то оказаться, но Навальный, Карамурза дважды, дай бог им всем здоровья. То есть множество случаев, Дмитрий Быков, писатель, вы утверждаете тоже здесь след ФСБ есть прямой. Но, слава богу, люди выжили. Такие непрофессионалы в ФСБ, получается, если вы правы, что ФСБ за этим стоит? Ну, дело не только в непрофессионализме, хотя он безусловен. И все, кто видели, я не знаю, там, интервью Мишкина и Чипиги, а.к. Башу. Отравление Скрипалей, имеете в виду? Да. Или просто посмотрите биографию всех этих отравителей. Понятно, что это не Джеймса Бонда совершенно. Как правило, это люди набранные... Нет, там есть, конечно, именно та часть, которая, Центр специальных технологий, они, среди них есть, наверное, довольно грамотные химики, вот именно те, которые синтезировали новичок. Но сами по себе исполнители были, безусловно, непрофессиональные, и именно из-за их ошибок мы их ловили. Но дело не только в этом, а дело еще и в том, что новичок, почему именно его выбрали в качестве яда для убийств, потому что в тех случаях, когда не удается довести убийство до конца, он не оставляет практически никаких ни следов, ни последствий для физиологии. То есть человек просто чувствует сначала себя очень плохо, а потом очень быстро восстанавливается, как это было, например, с Юлией Навальной, которую тоже отравили, видимо, случайно пытаясь отравить Алексея Навального. Но она несколько часов чувствовала себя плохо, после чего настолько быстро восстановилась, что даже не пошла к врачу и просто не поняла, что с ней произошло. В этом смысле это очень удобный яд, и минус его использования как раз заключается в том, что очень сложно рассчитать дозу. И вот в случае Карамурзы, в случае Навального, в случае Быкова, это когда, во-первых, они не точно рассчитали дозу, то есть дали чуть меньше, чем положено, а во-вторых, еще была все-таки цепь случайностей, как, собственно, они сами признавали, если вы послушаете интервью с одним из отравителей, он там рассказывает. Ну, имеете в виду Навальный с ним общался, только не представился сразу, конечно. Что вот это, да? Да, он был побочником Патрушева, и тот подробно рассказал, собственно, какие вещи помешали довести отравление до конца. Это быстрая реакция пилота, это то, что очень своевременно была оказана помощь медицинская, они быстро дали там, в том числе, атропин и так далее. Вот, то есть там, ну, цепь, на самом деле, случайностей, если бы что-то пошло немножечко по-другому, или если, например, Берлин бы вывезли попозже, и так далее, то Навальный мог бы и не выжить. То же самое, кстати, врачи говорили Карамурзе, что это чудо. То есть, бывали такие чудеса, а бывало, что чудеса не случалось, как вот два руководителя антидопингового агентства, Русада, Русада, да, сразу после бегства Роченкова, скачались один за другим с разницей... Когда был скандал в разгаре с подменой проб допинговых на Олимпиаде в Сочи и обвинениями в адрес России? Да, и вот вдруг один за другим умирают от сердечного приступа, в принципе, достаточно еще молодые спортивные люди вдруг внезапно начинают умирать. Таких примеров, на самом деле, очень много, и мы знаем только в основном о неудавшихся отравлениях. Поэтому нам кажется, что они такие неудачники, у них все не удается. На самом деле, когда мы узнаем общее число, на кого именно покушались и на кого успешно покушались, тогда мы сможем только оценить эффективность. Я думаю, что, тем не менее, эффективность была достаточно низкой, но, повторюсь, это не только их криворукость. Вы настаиваете, Роман, вы сказали в одном из своих интервью, что у Владимира Путина, я цитирую вас дословно, есть список людей на убийство. Возможно, еще есть какой-то список касающихся уже публичных персон, то, что называется опинин-лидеры. Его мы не видели, мы не знаем, точно существует он или нет, но это один из способов объяснить, почему, например, отравили таких людей, как Дмитрий Быков, который, ну, как бы... А, кстати, зачем? Он же не занимался активно политикой. Зачем? Как вы считаете? Вот я вам и привожу одну из возможных интерпретаций, что если действительно есть просто тупо список то, что называется лидеров мнений, которые оказывают влияние, бередят умы россиян и оказывают влияние на политические настроения, то они могли просто выписать людей с большим авторитетом репутации. И просто там вот Быков у нас на букву «Б» он сверху там идет, и просто его... Такая разнарядка своеобразная, да, получается? Да, ну, если у вас есть идея лучшая, я ее с удовольствием выслушу. Нет, мне нет, я не расследователь, я спрашиваю, вы отвечаете. А у вас лично... Боржу прощения, у нас не так много времени. Роман, а с вами лично, как вы считаете, лично Путин принимал решение? Нет, я думаю, что если бы там было решение о том, чтобы меня убить, тогда это надо было бы согласовывать с Путиным. А просто похарасить журналистов, я думаю, для этого не обязательно решение первого лица. Но вообще у меня есть ощущение, что все больше роли в России играет Совет Безопасности, где Путин, конечно, руководящую роль играет, но также там важны и там Патрушев, Бортников, еще ряд силовиков. И у меня есть ощущение, что политическую повестку сейчас скорее они определяют, чем какие-нибудь там, не знаю, министры или даже администрация президента. И вот эта последняя волна репрессии в адрес журналистов, прежде всего, журналистов-расследователей, по нашей информации это тоже было связано с второй службой ФСБ, той самой, которая и занималась собственно политическими убийствами и Травила Навального и Быкова и так далее. Но они у нас являются такой политической полицией. Роман, важный момент. Смотрите, хотел вас уточнить. Владеетелевая информация, вы знаете, был такой скандал, он до сих пор развивается в Украине, что, дескать, в прошлом году по одной из версий украинские спецслужбы заманили вагнерцев, тех, в частности, которые воевали на Донбассе, заманили в Минск, ну, под предлогом поработать, скажем так, в далекой стране, а потом их планировали в Киев завлечь, скажем так, и здесь судить. Но это сорвалось в последний момент. Зеленского обвиняют, что в его окружении люди сорвались, Зеленский отрицает эти обвинения. Вам что-то известно об этой истории? Ну, мне, конечно, все известно об этой истории, потому что готовится расследование, я надеюсь, оно достаточно скоро выйдет, и уже понятно, что спецоперация была, хотя сначала пытались это отрицать. А причина срыва операции, это как раз и есть объект нашего расследования, ну, как нашего, это прежде всего расследование Беллинкет, инсайдер играет такую вспомогательную роль, вот, но расследование точно будет опубликовано, я надеюсь, достаточно скоро, и что мы все ждем сейчас, это какой-то, какого-то нормального диалога с руководством Украины, прежде всего, с президентом и главой администрации, с тем, чтобы откровенно, напрямую с расследователями из Беллинкет поговорить, и чтобы можно было им задать все вопросы. Роман, по вашему утверждению, Владимир Зеленский, глава его офиса, господин Ермак, не идут на контакт с Беллинкет и инсайдером, правильно я понимаю? По этому вопросу. что, я так понимаю, ну, инсайдер не пытался контакт установить, потому что, опять же, руководит расследованием Беллинкет, с Беллинкетом все время общается почему-то через посредников, в основном, там постоянно идет какой-то испорченный телефон, но я так понимаю, что вероятность того, что встреча с президентом состоится, довольно велика, я надеюсь на то, что она пройдет в ближайшем будущем и на все сложные вопросы будут даны ответы. Это снимет во многое напряжение, недопонимание, потому что сейчас, как мне кажется, сложилось впечатление многих политических сил в Украине, что Беллинкет занимается тоже какой-то политикой и в чью-то там дует там дудку, в чьи-то паруса. На самом деле Беллинкет, это как инсайдер, собственно, это просто журналисты, которые пытаются выяснить, что произошло. Для того, чтобы это выяснить, нужно поговорить со всеми сторонами. Если чем меньше одна из сторон, я имею в виду президента, выдает информации, тем сложнее сделать объективное расследование. Поэтому мне кажется, в интересах Зеленского встретиться прежде всего с Христо Грозевым, главным расследователем в этом деле, и ответить на все вопросы откровенно. Самый последний вопрос. Владеете ли вы информацией? Да, тогда еще инсайдер не был создан. Возможно, вы не занимались расследованиями. Так, да. Но вы знаете что-либо об отравлении кандидата тогда в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году? Что-то можете сказать по этому поводу? Кто может быть причастен к этому преступлению? По вашим данным? Мы это отравление тогда не расследовали, а сейчас его очень сложно расследовать, потому что прошло очень много времени и через наши обычные методы, в том числе через базы и так далее, очень сложно восстановить ход тех событий, но для меня совершенно очевидно, что он был отравлен российскими спецслужбами ну просто по всему контексту того, что происходило, а тем более теперь, когда мы знаем, как работают российские спецслужбы, как они используют яды, раньше мы знали только о случае Литвиненко и так далее, еще пара примеров, сейчас мы понимаем, что это совершенно массовая история, что таких отравлений было и есть очень много, они по сути поставлены были на серийное производство, но в этом контексте уже, по-моему, невозможно сомневаться в том, что и Ющенко тоже был отравлен именно российскими спецслужбами. Спасибо за это интервью, я благодарен Роману Доброхотову, російському журналісту-розслідувачу, який був на прямом зв'язку зі студією Радіо Свобода в суботньому интервью. Наголошу, що це судження самого Романа Доброхотова. Російська влада категорично відкидає будь-які звинувачення щодо всіх перелечених випадків, які, можливо, були отруяннями, наприклад, опозиційних діячів, чи політик категорично Путін, його оточення відкидає ці твердження. Так само Володимир Зеленський наполягає на правильності своїх дій, дій його глави Офісу пана Єрмака у цій ситуації щодо Вагнерісі. Наполягає на тому, щоб все було зроблено українською владою правильно. Це було суботнє інтервью Радіо Свобода, яке, друзі, для вас провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить!